Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами об одном очень важном мероприятии по защите растений в саду. В первую очередь в яблоневом саду. Уборка листьев, опавших листьев в яблоневом саду, в первую очередь, но вообще в плодовом саду, является очень важной такой мерой по защите растений от болезней. Хотя зачастую она и довольно-таки трудоемка, особенно если сад у вас большой. Очень правы те, кто последовал нашим советам и обработал вот такую вот листву, которая еще находилась на деревьях, но уже начала желтеть различными составами с мочевиной. Мочевина значительно ускоряет разложение вот этой опавшей листвы. А почему это важно, я вам сейчас покажу. Основная атака парши приходится вот на такие молоденькие листики, которые еще не распустились. Здесь вот почки находятся в фазе зеленого конуса. Вот в такой фазе растения вполне пригодны для обработки искореняющими составами. Это еще фаза хорошая, еще рисков ожогов здесь не будет. И заодно берутся вот эти лишайнички при искореняющей обработке. Но стоит лишь развернуться этим листиком и превратиться в такое как бы мышиное ушко, в эту фазу войти, как сюда сразу же придет парша. Что же с этим сделать? Мероприятие это очень простое и созвучное нашим рекомендациям, связанным с защитой растений от целого комплекса болезней. Как я уже сказал, листва является основным источником парши, да и не только, и многих других заболеваний. Осенние обработки составами с мочевиной позволили микроорганизмам в значительной степени провести разложение этой листвы и не дать возможности перезимовать парше. Кроме того, высокие концентрации мочевины совместно с железным или медным купоросом создали в первые две недели нахождения на листьях, до того, как дождиками смыло эти составы. Неблагоприятные условия для сохранения парши. Она просто там, ну говоря простым языком, сгорела. А остатки листвы были подъедены микроорганизмами, ведь мочевина подкормила эти микроорганизмы азотом. Сейчас остатки листвы под кронами. И в принципе, место под кронами, вот эту проекцию кроны, необходимо обработать препаратами триходермы. Это очень хорошая мера для того, чтобы вот эти вот сухие остатки не перестали быть источником различных заболеваний для ваших садовых растений. Это в равной мере касается и какомикоза косточковых, и клястроспариоза, и парши, и многих других заболеваний, в том числе бактериальной природы, вредители которых, возбудители которых сохраняются на вот этой вот самой листве. Триходерма очень быстро съест все, что там осталось на этой листве. Вы можете взять жидкий препарат триходермы, который продается, ну, уже готовый. Вы можете взять триходерму на зернышках и использовать препарат для приготовления жидкой формы, то есть разболтать его с водой и пролить или опрыскать растения под кронами. Вы также можете взять препараты нарощенные самостоятельно, у нас рецептов много, и поступить точно таким же образом. В конце концов, вы можете смешать триходермин BL, который продается в виде зернового триходермина, с песочком, и разбросать равномерно под кроной эти зернышки. Ну, песочек нужен для более равномерного разброса, распределения препарата, для того, чтобы эта триходерма попала на эти самые листья. Любой способ является эффективным. Что ж, это важный также прием для оздоровления посадок смородины, крыжовника, многих других садовых растений. В обязательном порядке проведите это мероприятие сейчас с земляникой. Но, конечно, если погодные условия вам это позволяют сделать, а погодными условиями являются, отсутствие снега, мороз не убьет триходерму. Триходерма станет работать тогда, когда наступят благоприятные для нее условия. Выполните такую обработку вне зависимости от того, планируете или не планируете вы выполнение искореняющих обработок. Небольшое количество раствора медного или железного купоронца с мочевиной лишь простимулирует рост триходермы на этих растительных остатках. Она там закрепится и впоследствии будет очень хорошим защитником плодового сада, да и декоративного тоже от целого комплекса заболеваний. Вам не придется так отчаянно беспокоиться относительно развития манилиоза, тех яблочек, которые с манилию падут в траву под кроны, потому что триходерма там будет сохраняться очень и очень хорошо. Такое оздоровление сада является современным и очень целесообразным, особенно если ваш сад находится в массиве других садов соседских, где, возможно, обработки от болезней давно не проводились. Что ж, надеюсь, этот совет, простой совет, с учетом легкости воспроизводства триходермы в домашних условиях, это можно сделать очень дешево и очень эффективно. Надеюсь, что этот совет вам поможет сохранить ваш сад здоровым и получить богатый урожай даже в непростых прогнозируемых условиях 2020 года. Оставайтесь с нами. До новых встреч!